Всем добрый день! Меня зовут Вера Мазепина. И в сегодняшнем видео мастер-классе я хотела бы показать вам вот такие вот металлические основы для ободков и идей его декорирования. Для мастер-класса приготовьте атласную ленту зеленого и белого цвета, кабошон, ножницы и металлическую основу для ободка. Для работы нам также понадобится клеевой пистолет. Для начала займемся декором нашего металлического ободка. Для этого мы возьмем атласную ленту, наносим на край ленты с помощью клеевого пистолета немного клея и приклеиваем к металлической основе. Ждем пока клей схватится, а далее приступаем к намотке ободочка. Оплетаем лентой весь ободок по его длине. Здесь все очень просто. Просто стараемся плотненько натягивать ленту, чтобы она хорошо облегала нашу основу. И наматываем таким способом весь ободочек до конца. После того, как мы украсили металлическую основу лентами, мы можем приступить к завершающему этапу работы и украсить ободок каким-либо боковым элементом. Я же предлагаю вам не отходить от нашего мастер-класса и оформить ободок атласным цветком, который ближе всего по стилю к технике канзаши, но выполняется он довольно проще и быстрее. Приготовьте небольшой отрезок зеленой ленты. Согнем ее края к центру. И также с помощью клеевого пистолета приклеим сначала к центру одну половинку ленты, а затем вторую. Получается вот такая вот заготовочка. Приготовим таким способом 4 длинные заготовки из зеленой ленты и покороче 3 заготовки из белой ленты. Все, что дальше нам требуется, это собрать из наших заготовок цветок. Для этого наносим на середину первой зеленой заготовки немного клея и приклеиваем поверх нее другую заготовку, крест-накрест. Вот так. Опять наносим в заготовку немножко клея и добавляем следующую. Опять наносим клей и кладем последнюю четвертую зеленую заготовку. Теперь добавим к нашему цветочку белый цвет. Наносим на серединку снова клей и добавляем белую ленту. Снова наносим клей. Как вы видите, это все очень быстро, просто и довольно симпатично получается. Снова кладем белую ленточку. Еще раз добавляем клей. Конечно, это можно сделать не только клеем, допустим, это можно сшить нитками, кому как, думаю, больше нравится. И кладем последнюю белую заготовку. Получается вот такой вот симпатичный пышный цветочек. Теперь берем в руки наш кабошон, наносим наизнанку кабошона клей, также с помощью нашего замечательного клеевого пистолета и приклеиваем к центру нашего цветка. Вот теперь у него правильно оформленный и законченный вид. Получается вот такой вот пышный, симпатичный цветок. И все, что нам остается, это приклеить наш боковой элемент к нашему ободочку. Наносим снова наизнанку нашего цветка клей. Я повторюсь, вы можете скрепить все части нитками, если вам это больше подходит. Придерживаем. Даем клею окончательно схватиться с лентами. Вот и все, наша работа готова. Получается вот такой вот нежный, симпатичный детский ободочек. Всю необходимую фурнитуру, ленты, кабошоны и металлические основы для ободков вы можете приобрести в интернет-магазине всембусики.ру Если вам понравился наш мастер-класс, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои отзывы, комментарии и не пропускайте новые видео мастер-классы. Спасибо всем за просмотр. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok